Мальчики, девочки, дяденьки, тетеньки, мужчины, женщины, дамы и господа, в общем, вам привет с дачи. Остатки, так сказать, лета нужно проводить на свежем воздухе и готовить на огне, конечно же. Сегодня буду готовить бургер. Ну а помогать мне в этом будет вот такой вот гриль. Веберовский гриль Мастер Тач. Гриль Вебер Мастер Тач это одна из самых навороченных моделей из линейки угольных грилей без столика. Ну, я в процессе еще расскажу, что это такое, а вы сможете посмотреть подробно ссылку, ссылка в описании. Там, соответственно, можете узнать все детали о продаже, о всем, о всем, о всем, об этом гриле и в частности. Кстати, привет моему другу Паше Поцелуеву. Его канал запахло жареным. Он очень много использует гриль Вебер. Жарит сочное, нажористое, мясное, все. А я решил сегодня пойти от обратного. И знаете, что приготовлю? Я приготовлю не просто бургер, а сладкий бургер. Ну, потому что обычные бургеры с говядиной, со свининой, со всякими там разными ухищрениями готовят все. Но я не видел ни одного человека, который бы готовил сладкие бургеры для детей. Ну, а почему бургер не может быть десертом? Вы даже себе представить не можете, что десерт, приготовленный на угольном гриле, он просто в сотню раз вкуснее, чем приготовленный, например, в духовке. Конечно, я понимаю, что не вся категория десертов может быть приготовлена на гриле, хотя очень много всего. Но пожарить, например, ананас, который я вот сейчас почищу, на угольном гриле с запахом дыма, это вообще просто. Вы себе даже представить не можете, как это круто и вкусно. У меня в бургере будет два соуса. Вместо котлеты, вместо основного продукта будет жареный ананас. Значит, если убрать основную шкурку, то остаются вот эти вот всякие маленькие черненькие, я не знаю даже, как их назвать. Ну, вот эти вот всякие штучки, которые, да, тут от каких-то плодоножек, от кожицы, от всего прочего. Их нужно аккуратненько, вот так вот, во-первых, чтобы у нас нарезка была круглой. Ну, чтобы круглешочки были ровные и аккуратно лежали внутри бургера, внутри булки. Во-вторых, вот эти все вкусности нужно порезать и сложить в емкости. Это у нас будет соус к бургеру. Чаще всего у нас как раз получается два соуса. Один на нижнюю булку, второй на верхнюю булку. Значит, вот это я, это можно и так съесть, а парочку таких довольно толстых. Колечек я как раз буду использовать для двух бургеров. Ананасовые котлеты должны быть максимально толстые. Ну, как максимально? Целый, конечно, у вас не войдет, есть будет неудобно, но делайте его потолще. Для чего? Ну, для того, чтобы было вкусно есть. Если у вас будет какое-то количество хлеба, то представьте себе, хлеб всегда крадет слюну. Если сочных ингредиентов будет недостаточно, тогда будет казаться, что бургер не очень сочный и недостаточно вкусный. Поэтому серединку жесткую я вырезаю. Можно это сделать там лопаткой, ну азеткой, но я вот, видите, ножичком просто раз-раз. Будет такой у меня не кружочек, а такая будет ромбиковидная дырка. Вот, ну, отлично. У меня есть темный сахар. Значит, используйте мускавада. Лучше всего использовать мускавада, это такой темный, такой вязкий сахар, который лучше хранить там в мега полиэтиленовых герметичных пакетах, иначе он набирает влагу и становится деревянным. Вот это что-то подобие мускавада. Я такой сахар привожу из Индии. Он называется... Крутилось же в голове, как же он называется. Фу-ты-ну-ты. Я этот сахар привожу из Индии. Это пальмовый сахар. Из пальмового... Из пальмового сока делается. В ней есть определенный сорт пальмы, который выделяет такую смолу, очень сладкую. Индусы научились оттуда, в общем, добывать этот сахар. И он очень популярен, там, и в индийской кухне в частности. Он имеет определенный вкус. Но, смотрите, я еще раз говорю, у кого какой сахар есть, тот такой использует. Не надо там прикладываться к определенным вещам, мол, Василий сказал, такой сахар нужен, нет. Ну, в общем, какой будет, такой и используйте. Самое главное, этот сахар обильно нанести на ананас с одной стороны, в начале. А, вспомнил, как называется сахар. Называется он джаггери. Джаггери, как Миг Джаггер. Такой. Я не знаю, почему он так называется. Никто не может мне ответить на этот вопрос. Ни один индус. Ну, как бы. Есть еще вариант у Стивена Райклина в Библии гриля. Есть рецепт, тоже жареные ананасы. Ну, как десертный вариант, да. Он их поливает вначале кокосовыми сливками, обваливает в кокосовых сливках. А потом отправляет в чашку с сахаром, а потом их кладет на гриль. Вы знаете, я так однажды пробовал, сахар тут же весь плавится и стекает вниз. Гриль нужно открыть. Смотрите, как удобно. Крышечку раз поставил. Она с подставкой, кстати, он с подставкой для крышки. Это очень и очень удобно. Здесь вот есть такая центральная часть. Снимается центр, да. Здесь можно поставить сковороду. Можно поставить камень для пиццы. И вот смотрите, я сюда кладу не на разогретую решетку центр. Я угли сложил в центр намеренно. Для того, чтобы активный жар был вот здесь. А если вам нужно пожарить булочки или еще какие-либо по щадящему, скажем, в щадящем режиме, то можно это все раскладывать по краю. Положил сюда ананас и немножко открыл лепесточки для того, чтобы пошел воздух. Давайте сделаем небольшой сквозняк для того, чтобы вот теперь жар начнет разогревать угли и ананас будет жариться. Вот я сюда шкурочки всякие от ананаса скинул. Сюда мне еще понадобится несколько ингредиентов для соуса. Один из них это манго. Сейчас сезон манго активный. Я вот там в магазинах, видите, он даже такой сморщенный какой-то такой последний манго выловил, потому что манго сносится вообще прям тоннами. Если нет манго, возьмите пюре манго, да, или, может быть, консервированный манго, кстати, очень-очень хорошо будет. Нам главное сделать такой довольно густой соус. Значит, если нет манго, ну, просто прикиньте, что у нас может быть еще из таких плотных фруктов. Например, слива. У меня, кстати, есть слива, я ее снял с дерева и тоже буду сюда добавлять. Это может быть абрикос, персик. Это может быть нектарин. В общем, все, что имеет плотную текстуру, хорошо подойдет для соуса, который у нас и превратится в один из соусов для нашего бургера. Значит, если вдруг у кого-то совсем нет никакого доступа к тому, что я обозначил, Дим, ну, что я могу сказать? Вам не повезло. Вам не повезло, конечно, я стараюсь сделать все из простейших ингредиентов, но поверьте мне, что есть ряд продуктов, которые, ну, нельзя все это превратить в гречку, да, с макаронами, как я уже делал. Можно взять, кстати, тыкву, только ее нужно будет запечь. И соус из запеченной тыквы, кстати, получится вообще огонь. Я вам говорю. Только главное детям не говорите, что это тыква, иначе есть не будут, потому что дети порой еще недопонимают, что десерты могут быть из совершенно различных ингредиентов. Я еще добавлю сюда арахисовой пасты. Значит, арахисовая паста чаще всего, ну, продается вообще повсюду. Можно взять уже готовую с сахаром и даже с кусочками орехов. Вообще не вижу никаких проблем. Много не кладите. Смотрите, пол столовой ложки. Вот на этот объем. Один манго, немножко шелухи от ананаса, половина столовой ложки арахисовой пасты. И знаете, что еще нам здесь понадобится? Это сгущенка. Вот это, конечно, будет просто объедение. Я представляю, что уже даже многие взрослые сгущенки, ну, сколько здесь? Давайте прикинем, что три столовой ложки, наверное, будет достаточно. Там в зависимости от густоты. Ну, вот какая попалась, я взял в таком пакетике. Так, теперь все это нужно взбить блендером. Видите, когда манго взрывается вместе с ананасом и арахисовой пастой, да, получается не очень густой крем. Поэтому со сгущенкой, ну, будьте осторожны, нальете полстакана, все будет жидкое. Вот смотрите, видите, получилась вот такая, ну, не жидкая, не густая такая масса. Вьетнамцы, кстати, очень активно используют сочетание манго и сгущенка. Но я вас уверяю, что любой фрукт, имеющий плотную консистенцию, если его взбить вместе со сгущенкой... Ребята, я вам хочу сказать, что это вообще... Это для меня гастрономическое открытие. Дальше у нас следующий крем. Не, надо посмотреть, что с ананасом. Смотрите, что происходит. Сахар расплавился, нагрелся, начал подтекать вниз. Ананас пропитывается сахаром. Теперь нужно этот сахар... ...отправить вниз, вот так перевернуть и сверху добавить еще сахара. Ничего страшного, если часть сахара будет падать вниз, гореть, не вообще, прям не переживайте. Все. Весь сахар все равно не сгорит. Второй соус, это вообще будет открытие. Я вам сейчас покажу, как сделать майонез. Майонез, который делается из молока и очень непопулярен в ресторанах. Обязательно нужно соблюсти пропорцию. 200 масла, 100 молока. Масло лучше всего взять обычное, подсолнечное. Никакое не оливковое, потому что иначе оно будет горчить. Но вы знаете, вы можете взять оливковое, только если оно для жарки. Молоко обычное 3,5%. Просто берем молоко и льем его в масло. Последовательность и температура вообще не важна. Главное, чтобы молоко было свежее. Теперь нужно погрузить блендер прям в стакан. Начинаем взбивать на маленьких оборотах, поднимая блендер наверх. Нет. Нужно тут добавить сахар, это же десертный майонез. Е-мое. Смотрите, если вы делаете обычный майонез, тогда добавляйте туда соль, горчицу, если хотите, чтобы у вас вкус был совершенно похожий на майонез. Я же добавил сюда столовую ложку сахара. Сахар добавил белый, для того, чтобы не было никаких изменений там по цвету. Теперь погружаю вниз, начинаю взбивать. Получается вот такой вот мощный, густой майонез. Только из молока. Так как у нас в обычном майонезе только масло и всего лишь один желток, то калорийность обычного майонеза, она там зашкаливает за все разумные пределы. Здесь у нас получается одна треть молока, которое по калориям там в десятки раз превышает, ну ниже, чем масло. И плюс масло, да? Ну хорошо, с сахаром мы там чуть-чуть добили. Еще чем-то при всем этом, это более такой, я бы сказал, полезный вариант майонеза. Ну, учитывая, что вы все равно своих детей поете кока-колой, поэтому я думаю, что вот это по сравнению с кока-колой просто божественный ангельский соус для бургера. В любом случае, вы же делаете это все из натуральных вещей, поэтому это же не макдаковский. Я произнес то, чье имя произносить нельзя. Несмотря на такие ужасающие звуки, все, майонез готов. Видите, довольно быстро его можно сделать. Молоко с маслом эмульгирует великолепно. Только здесь чего не хватает, правильно? Экстракта ванили. Значит, у кого есть ванильные корочки, можно ванильные корочки туда добавить. У кого нет, продается в кондитерских магазинах вот такой экстракт ванили. И здесь по вкусу 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ну, 12-15 капель. Добавляйте, в зависимости от концентрации. Пора бы нам уже завязывать с этими штуками. Что это мы это все же и жарим, и жарим, и жарим, и жарим. Да, видите, тут вон, смотрите, в какая красивая карамелька у нас пошла. О, ананас должен стать мягким. Видите, здесь у нас чуть меньше. Ну, и неплохо. Кроме ванили, у нас здесь еще должен быть лимонный сок. Лимонный сок, только небольшое количество. И все вместе это начинаем перемешивать. Получается такой сладкий майонез, который можно заправлять, которым можно заправлять, например, фруктовые салаты. Но лучше всего с ним делать бутерброды. Потому что фруктовые салаты, ну, вот здесь же масло растительное, оно такое будет немножко давать о себе знать во фруктовом салате. То есть, если вы намажете и сделаете бутерброд с фруктами для ребенка, я вас уверяю, точно такой же майонез, представляете, только другого вкуса. Круто? Так, теперь нужно это все... Да, вот он становится кондитерским. Вкусным. Реально, очень вкусным. Чуть больше лимонного сока. Знаете, лимонный сок, кислота с сахаром вступают в реакцию, да? И получается усилитель вкуса такой. Лимон в этом случае является усилителем вкуса для сладкого кремообразного масляного соуса. Все, сладкий крем у нас готов. Вернее, сладкий майонез. Булка. Булка у меня ржаная. С квасным суслом. С сахаром. С семечками. Делал ее не я, честно признаюсь. Но я нашел то, что, в общем, мне подходит для этого бургера. Обязательно учитывайте при поиске булки, что булка, конечно же, хороша, когда она будет сладенькая. Обязательно нужно ее намазать чуть-чуть сливочным маслом. И сверху, и снизу, для того, чтобы, во-первых, оно дало сочность. Во-вторых, сливочное масло, мы же его перевернем, оно внутрь впитываться не будет, оно у нас стечет на угли. В общем, обязательно маслом нужно смазать булочки. Булочки нужно смазать маслом. И булочки у нас идут сюда. Два. И булочки у нас идут сюда. Злаковая булка. И если в ней находится большое количество всяких семечек, конечно, получается на порядок вкуснее, чем просто обычная бургерная булка. Значит, что я делаю со сливками, которые я, как сказал, собрал с дерева, которое растет у меня вон там. Одно дерево, второе. Это вот все здесь, мою родную. А там пятиэтажный особняк. Там смотреть вам нечего. Все, сами понимаете. Так, что я делаю дальше? Я беру и нарезаю полуколечками такими, да? Тут можно взять любые сливы. Покрупнее, помельче, как хотите. Если есть, что собрать и использовать из огорода, так и делайте. Значит, много-мало, все решите по ходу. Добавляйте столько, сколько вы сможете съесть. Или ваш ребенок, если вы это делаете для него. А, еще одну, наверное, пожалуй. О, это червевая. Ну, это хорошо, если она червевая. Значит, мы, как говорят, не кормим всякой гадостью деревья, а то иначе потом червячки у них не живут. О, это нормально. Это не червевая сливка. Все то же самое делаем. Ну, просто мне кажется, мало там одной сливки на бургер. Давайте еще немножко добавим. Вот такое количество уже будет ничегошное. Ничегошное. Обязательно раз, раз. Опа! Опа! Все у нас здесь поджарилось. И здесь тоже. Класс. На нижнюю булку намазываем майонез. Но майонез же. Конечно, теоретически можно было бы приготовить вот этот соус красного цвета, как кетчуп, да? И такую замануху для детей устроить. Так, смотрите. Видите, он какой получается? Желейный. Теперь размазываем. О! И сюда кладем лист салата, да? Лист салата – вещь нейтральная. Практически безвкусный лист салата. Можно с легкостью использовать в любой бургер. Не только в соленый, но и в сладкий. Так, делаем вот так. Главное, нам не нужно переборщить с листом салата. Иначе будет много травы во вкусе. Но он нам нужен визуально для того, чтобы ребенок, например, видел, что это бургер. Как бургер без салата может быть? Никак. Дальше у нас идет ананас. Смотрите. Карамельный ананас. Он у нас по размеру как раз получился, знаете, идеальный. Идеальный. И вот этот у нас идет на второй бургер. Теперь нужно взять манго-соус и добавить его в центр. А для чего нам дырочка? Для того, чтобы там скрывался секретный сочный ингредиент. Часть соуса нам нужно обязательно водрузить, так скажем, на крышечку. Вот он, такой желтый манго-майонез. Тоже у нас получился манго-соус. Вкусный, со сгущенкой. Теперь берем сливы и выкладываем их вот сюда, на крышечку. Не знаю, куда вы думали, я добавлю сливы, но они должны быть приклеены каким-то образом. Потому что если они у нас будут, вот если их накидать вот сюда на ананас, скользкий ананас, сливы при нажатии все сразу поплывут, они, конечно, тоже там не сильно будут держаться на крышке. Но, тем не менее, хотя бы здесь какой-то элемент клейкости есть, присутствует. Вот, добавляем сюда сливы. Как вы уже поняли, сюда можно добавить и кедровые орешки, и все, что угодно. Значит, нужен был, конечно, бы базилик сюда зеленый. Потому что он великолепно подходит к десертам. Но у меня его нету. Запомните, запишите себе, что зеленый базилик очень хорош у нас для десертов. Так, смотрите, накрываем. Накрываем. У нас сливы будут как будто малосольные огурчики. Теперь для бургера нужно обязательно две шпажки. Ну, для того, чтобы он у нас не растекался. Я его перекладываю на досточку. На красивую. Ну-ка, посмотрим. О, вот так вот давайте сделаем. Один. Вот так. А здесь у нас будет второй. Вот так. Бургеры должны быть красивы. Ну что, друзья, с такими бургерами не стыдно и в детскую завалиться, да? Угу. Не хватает еще стаканчика какого-нибудь домашнего лимонада. Но у меня есть на канале варианты, поэтому, пожалуйста, смотрите. Так, а я должен попробовать. Ой. Посмотрите, какой он получается в разрезе. Такой шикарный. Главное, как говорила моя бабушка, колбасы не жалеть. Так, с ананасом. Потрясающе. Я долго вынашивал идею сладкого бургера. Вот она осуществилась. Я вам могу сказать, что я не просто не разочарован. Я вдохновлен, что можно сделать массу вкусных сладких бургеров, которые будут реально ходовые. Я бы семян сюда побольше разных. Хотя, булка тогда не будет такой нежной и мягкой. В общем, я доедаю. Вам пока. До следующих встреч. Пишите комменты. Обязательно приготовьте. Напишите потом, как получилось, как ваши дети отреагировали. Все, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...